В одном лесу жил маленький мышонок. Он был очень трусливым и боялся даже шума ветра. Все звери в лесу смеялись над ним. И вот однажды мышонок собрал всю свою волю в кулак и отправился к королю джунглей. Лев только что закончил обедать и спокойно дремал в тени, громко храпы. Мышонок подошел к нему и стал карабкаться по хвосту вверх. Всем зверям было любопытно, что он задумал. Мышонок был очень напуган, но очень старался, чтобы никто не заметил этого. Он забрался ко льву на спину и с важным видом предстал перед друзьями. И тут лев проснулся. Одним движением он сбросил мышонка на землю и дрожь не замечал. Все остальные животные очень взволновались. Они подумали, что лев сейчас проглотит мышонка. Но вместо этого лев поинтересовался, что он делал на его спине. Собрав всю свою волю в кулак, мышонок попросил короля джунглей взять его под свою опеку, чтобы он больше ничего и никого не боялся. Потому что он был самым трусливым зверенком в лесу. А взамен он предложил свою помощь. Лев молча выслушал мышонка. Но он не мог понять, как маленькая мышь может помочь большому и сильному льву. Сначала он рассмеялся, а затем с громким ревом прогнулся к лица. Мышонок мигом убежал прочь, обрадовавшись, что лев его не съест. Все остальные животные побежали вслед за ним. Прошло некоторое время. Лев проголодался и отправился на охоту. Но он не заметил ловушку, установленную охотниками, и попался в нее. Царь зверей повис в воздухе, попав в охотничью сеть. Он пытался выбраться из нее, но не смог этого сделать. А так как лев был царем джунглей, он не мог заставить себя кричать о помощи. К тому же, его могли услышать охотники. Звери видели льва, но никто не осмелился подойти к нему близко. И лев решил довериться судьбе, ничего не предпринимая. Совершенно случайно, поблизости оказался тот самый мышонок. Увидев царя зверей в сетях, он решил помочь ему. Мышонок вскарабкался по длинному хвосту льва и, добравшись до сетки, стал ее грызть. Спустя какое-то время, возле ловушки собралась целая толпа зверей. Всем было интересно понаблюдать за происходящим. Вдруг, где-то далеко, послышался крик охотников. Животные очень испугались и убежали в лес. Но мышонок продолжал упорно грызть сеть. В конце концов, сеть порвалась, и лев освободился из нее. Недолго думая, мышонок забрался ему на спину, и они убежали прочь. Когда лев добрался до своей пещеры, он извинился перед мышкой. И сказал, что недооценил такого маленького зверька, решив, что от него не будет никакой пользы. И за то, что мышонок спас жизнь царю зверей, теперь ему больше не нужно ничего и никого бояться. Отныне лев берет его под свою опеку. Все звери, наблюдавшие за происходящим, дружно смеялись и аплодировали отважной мышке. С тех пор лев и мышонок стали лучшими друзьями, а в лесу навсегда воцарился мир. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова